Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 401. Событие дня. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. То есть я не беру весь стих, потому что в заголовку он не вмещается и система не пропускает. А потом это тире заменяет двоеточьем, она тоже не пропускает. Это 16 января 2017 года. Марина Сухорукова. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Посмотрела, видела и поняла. Прошу прощения у вас. Я вам тоже посылку послала. Гости, не снуждаемся в ваших молитвах. А теперь сердце у меня болит. Что я наделала, если я огорчу вас? Простите меня. И даже представить себе не могла, что вы так будете реагировать на посылки. Я вас прошу помолиться за рабу Божью Александру и Марину. Я сколько просил, об этом говорил. Никогда ничего не посылайте. Если что-то нужно будет, мы договоримся. Вам нужны книги, мы переписываемся. Потому что за посылками, даже раньше я уже объясняю, я на почту должен идти далеко. Нести надо, много присылали. Я заранее созваниваюсь с кем-то, кто пойдет и там на месте получает и идет. Я даже в избу не запускаю посылки. А когда сейчас приходит кто-то, приносит, приходится кому-то отдавать и наказывать опять. Себя я никогда ни одного грамма не брал. Зачем мне это надо? Александр М. Спаси Христос, Игнатий Тихонович, я и хотел услышать ваше мнение, братьев. То есть о Соломонии говорится, зашел там, гармония, да проще считали. Я когда прочел, конечно, красиво все. Но что это слова простого человеческого общения, я понял сразу. Хотя я засомневался. Благодарю. Это не просто человеческого общения, а выдумка. Выдумка. Ни на какой горе Соломон не был, ничего не говорил. Это нету ложь. Не просто, не надо приукрашивать. Не выдумка, а сатанинская ложь. Обман. Экхлесиаста книгу написал, притчи написал, премудрости Соломона написал. Да читай книги эти Соломона, тогда про него еще сколько в третьей книге Сарс написано. Игла. Ответ с разбором некоторых выражений. Соломона будет через неделю примерно в событиях дня за 15-е, 0-1-е, 17-е. Александр, благодарю. Александр говорит, благодарю. Скляренко Николай. Ого, спаси Бог. Я прислал посылку вчера, я даже два ролика выставил, маленькие. Приехала почта России о России и принесли. Зачем мне это надо? Мне это не надо. Во-первых, я даже домашними лекарствами, местами стараюсь не пользоваться. Вот нога была, один раз натер, больше не стал. Так и лежит. Не надо этого делать. Категорически запрещаю присылать что-либо. Вам не страшно доверить что-либо. Поступок богатого человека. Христианина с большой буквы. Лучше подарок себе, помочь ближнему. Я даже теперь не представляю, если бы вы начали сами лопать, лопать эти пилюльки. Сам же послал, сам нахвалят. И дальше я всегда, когда отказываю, я знаю, что могут как-то быть недовольны. Ну, представьте себе, что я приехал в Америке по приглашению. Возят меня везде и не могут мне ничего скормить. Ни одного мороженого. И на сиденье обкладывают ничего, ни одной крошки. Даже носки на мне рваные были и не могли заменить. Почему? Это мой стиль жизни. Я об этом не думаю. Ну, я понимаю, вы огорчаетесь, что я не беру. Ну, передайте, кому надо. Зачем меня прокладкой делать? Вы сами передайте. У меня времени для этого нет. Пожалуйста. Бабушкам скажите, пусть хвалят Господа в радости сердца. Слушайте, бабушки там сидят. Хвалят Господа. Вот так и пусть благодарят. А вот сидит матушка здесь у нас. А у ней пчелы были. И когда бы она не дала на лагерь, мы никогда не откажемся. Никогда. Во-первых, рядом. Я знаю, что она деньги за это не платила. И дети. Видите, как? Тут понятно, почему я. А то как-то пришла один раз на занятия в университет. Совершенно незнакомая женщина, еврейка. И ко мне. А вы пирожки у меня возьмете? Я так охну. Да за кого он меня считает? Даже у меня собака была. Я ученая собака. Я приучал ее, что она ничего не тронет от чужого. Если чужой подает, она бросается на него. Это враг. Он отравить меня хочет. Всякое втирание – это отрава. Собака, я узнал, что любит. Она любила у меня жареную рыбу. Я накладываю. Ухожу из дома, везде наложу жареную рыбу. Никогда она не прикоснется. Это не для нее. Вот как приучено. Дальше. А подарок вам – наше медленное, но неуступное семейное движение к Господу. В том числе через благодать, которая пришла через вас. То есть в семье не очень расположены ли к Богу, а сейчас у них получше. Мы молимся, Николай, чтобы Господь благословил и всех домашних. Читаем, смотрим, учимся. Ваш поступок – серьезный урок. А враги сейчас как нападут? Вот, понимаете, человек расположенный, он это взял для себя. Взял. И пользу для этого. А враг не может ничего увидеть, а у него ничего нет. Я говорю, вот как мы показываем все у нас. Как мы молимся, встаем, едим на поле, работаем. Ну, кто покажет это те, которые священники выступают? Если в храме, он только в храме. Если под часами, под часами. Нету. Но мы показываем все, как дети купаются сами. Строим пирс, дороги. Что бы мы ни делали, мы все показываем. За столом сидим. Как приобретаем что-то. Как беседуем. Как благовествуем. Как едем. Как в библиотеках. Ну, шесть с половиной тысяч роликов. Что это значит? И врагом. А враги-то ничего не могут показать. Даже имени нету. Свет, Христов, там и проще. Сатанинские адские тьмы. Отзвук оттуда идет. Мы хотели одарить подарком вас, а получили подарок сами. Бесценный урок. Видение себя в Господе. Правильного видения себя. Ну, вот это вообще здорово. А вернее, как у апостола Павла написано. Уже не я, но Христос живет во мне. Чудесно его ответ тут. А Николай, этими словами, с семьей стали нам очень близкие. Вот так рассуждения какие, видите. Все, прекращаю петь и фирамбы. Надо к Пасхе постараться выслать еще подарки. Я постоянно прошу и умоляю, чтобы мне ничего не посылали. На почту ходить далеко, а мне быть прокладкой для кого-то. Зачем мне это? Благодарю и обороняюсь. Не присылайте никогда и ничего мне. Да. Скляренко Ник. Ничего такого не знал. Но теперь понимаю, что раз-два взял, и дальше прямая дорога до Жирного Попа. Почва для разговоров и мина замедленного действия под дело Христова. Извиняюсь за искушение. Понятно. Вообще, это уровень. Даже, ну, я не ожидал так, что это будет. Не то, что в нем, а вообще не ожидал. Вот это все его рассуждения на 100%. Положительное, святое, чистое, безгрешное, без подозрений. Ну и наши ресурсы показать. Это мой мир. Вот тут все у нас это выставляется. С Ютуба переносится сюда. Дальше у нас форум. Православный форум. Тут нападают роботы. Лезут и лезут. И что-то как прорвало их. Вот я сейчас посмотрю. Это обновлю. Что это за роботы? Откуда они? Что это такое? Вот сейчас все. Ну вот они зашли. Кто он такой? Смотрите, мужчина. Какой возраст? 38 лет до 40 лет. Сатана. И тысячи лезут. Я все должен убирать. Откуда? Какая страна? Мексика. А штат какой? Антарктика. Ну то, что попало. Что с ними делать? Вот так нажимаю. Удалять. Удалил. Вручную. Опять же это время. И вдруг они начинают флут. Полностью заполняют все. Забивают. И ничего нельзя сделать. У нас посещение нашего форума. Для нас оно как раз. Но на самом деле маленькое. За прошедший день 374. Вот в этом ракурсе все держится. Ну и показать, что это наш форум. Вот он где-то. Форум он еще не так. Сколько у нас тут время ему? 2536 день. Как основан. Очень сильный форум. Хорошо. Легко регистрироваться. И 1600 разных тем. Далее. Это у нас православный видеоканал. Открытый в окон во свете Библии. Все ресурсы так называются. Вот они последние ролики. Пять роликов сегодня поставил. Вчера столько же. Вчера шесть было. Ну вот кто-то зашел. Я открываю, не знаю, кто от колокольчик. Если там ругать, ну прошу прощения. Пишет, что для чего им дарить. Впрочем, это ваше право. Что он-то имеет в виду? Какое? Сейчас посмотрим. А чем речь идет? Ну, это куда-то не туда пошло. Вот смотрите, как я ищу. Для чего дарить? Боже. А какой это ролик? Александр Невзоров. Деканонизация. Что для чего их дарить? Впрочем, о чем речь непонятно. Что за отзыв непонятно? Ну, хоть матерков нету. И то уже положительно. Ну и дальше, это у нас, что получается? В наш сайт, библейский сайт. Библейский сайт, мы сейчас решили последнюю, это 55-я папка, церковь. Вот о церкви. Ну, отдельно я уже вытащил. И сейчас мы посмотрим, где это идет, что отдельно. Я не здесь вопросы. Вот, считай. Вопрос 104. Первый том отдельно. Можете ли вы высказать свое мнение о миссионерстве? Как вы к нему относитесь? Ответ. Миссионер, французское слово, посылка, поручение. Лицо, занимающееся распространением религии среди населения с иным вероисповеданием. Миссионерство крайне необходимо, чтобы исполнить прямое поручение Христа. Марка 16.15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Титул 1.11. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, учат, чему не должно, из постыдной корысти. Вот так. Православие забыло это слово, как слово диакониса, как крещение Духом Святым и Огнем. Это усиленно занимаются католики и сектанты разных видов и калибров. Смешно читать выступления депутатов в поддержку усилий РПЦ по защите территории России от духовной экспансии Рима-католической церкви и представителей партий и общественных организаций. Это церковная газета писала? Алтайская миссия, номер 4, 2002 год. Это и есть патриархийное миссионерство, которое звучит очень просто и салдафонски, топорно и прямолинейно. Кавышки открыты. Дайте нам власть, помогите нам и мы покажем Кузькину мать, как говорил Хрущев. Чтобы миссионерствовать нужно совсем немного, любить Бога, любить Библию, изучить ее почти наизусть, каноны и творения святых отцов в православной церкви, около 300 томов, жития святых 12 томов и практическая работа лет 25. И тогда получится миссионер. Вот я объясняю это. Сегодня миссионерские отделы, я их называю Дыра в Преисподнюю. Ты можешь быть проповедником. Проповедник хороший, лучший из всех проповедников Гитлер был. Немножко Ленин что-то понимал в проповеди. Ну, Фидель Кастро, Керенский. А благовестники это те, которые говорят о Христе. Вот это уже другой вопрос. А миссионерство это от Бога. Никакой отдел не может быть создан. Миссионерский отдел, по вышке взять два человека, два. Все. Никаких денег они, конечно, не получают. В кассе не расписываются. Это обман. Они идут по двое. Когда Павел разошелся во мнениях относительно Марка с Варнавой. Варнава взял Марка, а Павел избрал силу. Опять двое. Кирилл и Мефодий по двое. 70 человек Христос избрал по двое. Откуда отделы, где? У миссионера, если у проповедника может быть, ну, дар речи только говорить, жесты, как Гитлер, там, руки вскинет, показать, это может быть. Благовестник. Он многое должен знать из Писания, о Христе, о жертве Иисуса, что умер за нас. Но у миссионера должны быть тысячи талантов. Златоуст говорит, тысячи. Ни один, ни два, тысячи. На любой вопрос ответить. Знать в каждой ситуации, надо ли говорить, надо ли отвечать. Миссионеры. Дальше. Так. А тогда получится практика небольшая, лет 25. Тогда получится миссионер, если будет вот это вот знать. Знать Библию полную, 77 книг, почти наизусть. Каноны церкви православной, творение святых отцов, это 300 томов. Ты должен вот это все знать. И в жизни разбираться. Когда католики готовят к нам своих миссионеров и миссаров, то они проходят у них такую выучку, что вряд ли вложишь в наши 2-3 университета. Смотреть наш материал к истинному православию, главу, человекоубийство и ложь Ватикана. Да, мне Бог дал счастье, как бы от самого рождения духовного, быть миссионером и видеть плоды этих встреч, бесед с еретиками. Перешедшие от них православие служат сейчас священниками. Они добрые и совестливые, не пьяницы. Я могу сказать вместе с Давидом, столом 17, 45-49. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня. Что интересно, против меня там и Дворкин и все, и в Почаево книги разбирали, и в разных епархиях, тут Кузнецкая, Кемеровская, Тульская. И ни одного слова мне нигде никто не написал. Никто нигде, ни разу. А почему Бог защищает? Вопрос 105. Как вы относитесь к воссозданию храма Христа Спасителя? То есть, когда его еще не построили. Это я получал записки в университетах разных. Есть ли в этом какая-то доля лицемерия органов власти? Ответ. Я категорически против строительства храмов, тем более такого мастодонта. Для молитвы такой храм не нужен, а только для тщеславия. Он нужен государственным деятелям, а не Богу. Сначала нужно образовывать общину из живых христиан, а потом находить место для молитв, лучше всего на дому. Не более, чем по 50 человек, иначе будет неуправляемая масса. Нужно почаще заглядывать в Библию в первоапостольские времена. Лука 22.12. И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте. Деяние 1.13. И придя, взошли в горницу, где и пребывали. Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иоанн и Андрей пара, Филипп и Фома пара, Варфоломей и Матфей пара, Иоанн и Алфеев, Симон Зилот. Все парами перечисляют. Они невнимательно считают. Вот и миссионерские отделы. Деяние 2.46. И каждый день единодушно пребывали в храме, И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Что значит «преломляли хлеб»? Что это, причастие было? Деяние 5.42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Не миссионерствовать, благовествовать. Деяние 20.20. Как я не пропустил ничего полезного, А чем вы не проповедовал бы, И чему не учил бы вас всенародно и по домам. Деяние 28. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Вот и все. Ну что, по домам пойдет патриарх сегодня или епископ? Епископ еще пойдет. Тем более у нас сейчас митрополиты. Наш епископ был. Такие есть, а патриарху это очень трудно. Ему нужна охрана, там не меньше 7 человек. Так, вопрос 106. Как можно будет определить время, когда в церковь московской патриархии нельзя уже будет входить? Все время этот вопрос задают. Ответ. Конкретно указать день и час я не могу. Надо смотреть и определять по признакам, как учил Спаситель. Но по всем признакам видно, что где-то совсем рядом. Самое страшное то, что отвергли Писание, Библию, Церкви и истину Божию заменили ложью. Это Серафиму Саровскому ответ был от Бога. Это второй том Священнослужителей, 601 страница. Иеремия 2.13 Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Исайя 42.17 Понятно, вот ответы, которые я даю, у меня нет образования духовного никакого. У меня есть только одна любовь к Богу и к Библии. И сравните с тем, когда отвечают сегодня где-то священники. Они как будто Библию в руках не держали. Конкретно ответить никого не бояться, никому не приглядываться, в глаза не заглядывать. С чего изволитесь? Продолжение следует... Притак, притча 23.26 Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои, да наблюдая пути мои. Иклесиаст... Вот что нужно Богу. Сердце, сердце, вот где. Иклесиаст 4.17 Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают. Кто они? Которые ходят в храм, и которые священники, все худо делают. Ну вот эти слова Иклесиаста 4.17, это ну сделайте эпиграфом, вывешайте. Чтобы люди видели. Идешь, что наблюдай за ногой твоей, когда идешь. За ногой не стоять на месте. А когда на месте стоишь, что наблюдать? Если человек больной, ногой, он не может быть миссионером. Если он толстый, пузатый, как Нургалеев говорил, министр внутренних дел, выгонял тогда милиционеров пузатых. Они не могут быть миссионерами. Миссионер всегда бодрый. А тут только пару слов скажешь, уже заснули. Библию в руки не берут. Дальше. Лука 13.35 Все оставляются вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословен гряды во имя Господне. Это объяснять отдельно надо. Дальше. А в храмах и не видят Господа. Задите в Барнаул, Покровский собор или в Никольский храм. Посмотрите на главное распятие. Что тут главное? Раны Христа, потому что Писание говорит так о нем. 1 Иоанна 1.7 Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Большой крест, распятие. И что дальше сделали они? Завесили раны любимого моего Искупителя черными тряпками с изображениями католических амурщиков. И сколько бы я ни говорил господину Войтовичу, отцу Николаю, это главный был благочинный, и Масендичу, и епископу Антонию. И уже новому господину Димитриеву, епископу Максиму, все, как с гусей вода с них, бабкам потворствуют и идут у них на поводу. Без этих бабок им уже и питаться будет нечем. Вот и все. Тряпками завесят, раны Христа не видать. Зачем они тряпки твои там нужны? Остя 4.8 Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Вот и весь ответ эпиграф, характеристика священства епископам. Вопрос 107. Как объяснить обновление икон и то, что иконы слезоточат? Ответ. Исходим из двух предположений. Первое. Что это от Бога? Тогда это знамение, что мы не плачем, а начинают издавать голос, слезы, предметы, неодушевленные, побуждая нас к тому же. Они оплакивают наше бездействие. Тут широкая стезя толкований. Кто как и что хочет этим добиваться, тот и вдумает. Вот в русской зарубежной церкви долго показывали мироточивую иверскую икону Божьей Матери. Доносили с ней, что и икону у них украли, и хранителя владельца ее сгубили лиходеи. Далее готов к канонизации, придумывая чудеса, и этим чудом пытались доказать свою правоту владельца ее. Вот у нас мироточат, значит у нас правда, а не у московской патриархии. Но вот замироточили у одного архимандриита Амбросия с десяток тысяч икон, и зарубежные голоса поутихли. Правота наша доказывается на основании Библии и только Библии, и ничего кроме Библии. Другой вариант – это не от Бога. Мы видим, что когда Моисей начал творить чудеса перед фараоном, то кудесники-волохвы начали то же самое вытворять. Так что в этом случае мы все обольщены дьяволом с этими мироточивыми и слезоточивыми, кровоточивыми, и будем подобны им, как и добыла поклонники презренные. Не нужно привязываться к чудесам, а веровать нужно великому Слову Божьему, Святой Библии. Ну, я теперь еще попутно открою здесь, вот посмотри здесь, может быстро надо найти слово «экономство». Где оно? Где-то здесь, ну-ка. Ниже, 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 ниже. Еще ниже? Нет, вот, вот оно, вот. Крутить мышкой не надо, просто стрелкой. Вот, ниже, вот, выше, выше. Я не верю, вот это? Ну вот. Так, ну теперь просчитай. Можно сделать побольше. Побольше сделать? Ну, конечно. Давай сделаем побольше. Давай. Вот пишут «Комсомольская правде» о 19.03.03 года на странице 18.19. Заголовок. Почему мироточат иконы? Бог или дьявол подает знаки? Вот так. Создана в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в правоправославной церкви. В состав комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки. И историки. Вот пять. Это пять. Это все разное. Сопредседатели комиссии архимандрит Иоанн Экономцев, ректор Российского православного университета и Павел Флоренский, профессор геологии Московской геологоразведочной академии. И вот так, как они отвечают на вопросы корреспондента, кавычки открыты. Не соштите за грубость, но наш народ стал слишком тупым. И Бог как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя, возможно, другое объяснение. Из истории церкви мы знаем, что миротечение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Возможно, в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками. А мы ломаем голову над тем, что это происходит. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. И главное, не соштите за грубость, наш народ стал слишком тупым. Так не вы ли его сделали таким? Ни один баптист о своих прихожанах не скажет, что они тупые. Да ты вы их отупили-то, потому что одно только свечки, деньги-деньги. Бизнес церковный. Так, теперь у нас что здесь мы не кончили считать? Дальше. Вопрос 108. Можно ли человек с физическими недостатками стать священником? Какие здесь существуют ограничения? Вот вопрос какой задают. Хороший вопрос. В Ветхом Завете ограничения были очень жесткие. Левитам 21, 16, 24. И сказал Господь Моисеев, говоря, Скажи Аарону, никто из семьи твоего, во все роды их, роды, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ятр, а знаешь, что такое? Не знаю. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертву Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть. Но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику, не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилища моего, ибо я Господь, освящающий их. Мои ответы разница с теми, которые говорят. Сколько? Это не мой ответ. Дальше. В Новом Завете относительно внешних недостатков главным считается слепота, чтобы он не уронил чашу с дарами. Все вышеперечисленное уже не берется в необходимые условия, чтобы стать священником. Но обязательно он должен быть не менее, как 30-летний по возрасту, не соблудивший после крещения, и в жену взявший девушку и не артистку позоричную. Вот какие правила показаны. В Новосибирске был один, он дал обет Богу, что если я останусь живой, то буду учиться священникам. Ему оторвало ногу, и он с одной ногой, священник, выходил вот так. Не был, чтобы слепой, иначе уронит чашу. Причина одна. Вопрос 109. Это первый том открытым оком в книге. Вопрос 109. На какие средства вы приобрели свой молитвенный дом, и почему туда не все могут прийти? Ответ. В нашей книге для слова Божия нет уз, подробно, с опубликованием документов, показано, как этот дом дал нам Господь Бог. Не за деньги, а по великой своей милости. Я 11 лет судился за то, чтобы мне вернули незаконно отобранную у меня фонотеку, созданную мной при советской власти, оцененной в 11 миллиардов рублей. И, наконец, я этот процесс выиграл, правда, не на всю стоимость, а только на одну двухсотую часть. Но и этих денег у властей не было, а нам негде было молиться, и я предложил рассчитаться недвижимостью. В этом особую помощь оказал нам прокурор края Пороскун Юрий Федорович, мэр господа города Баварин Владимир Николаевич. И его советников, общинников, тоже Владимир Николаевич. В счет погашения долга мне отдали два дома на Ползунова 6 и 6А. Телефон 243846. Ну, 35 теперь это уже нет, это раньше было, это уже ушло. Наша община состоит из сознательно пришедших к вере. У нас на здании нет купола, надписи. Эти здания жилые. Вы же в квартиру к себе всех не приглашаете? Когда мы узнаем человека ближе, и он пожелает прийти, тогда мы разрешаем. Нам поставили условие, одно мы, заранее уже, это моя была идея, никогда никого к себе не приглашать. Так это да, ну, хоть как угодно, Ростоль, не приглашать. Только люди могут проситься. И тогда разбираем, ходим на работу, там, узнаем его, и тогда разрешаем один раз прийти. То есть общество полузакрытого типа. Мы на богослужении раздеваемся, оставляем в трапезной свои вещи, сумки, и у нас нет воровства. Если же будут посторонние люди заходить с копом, то ситуации под контролем не удержать. Зачем нам лишние люди? Обратиться к Богу они не смогут здесь, потому что у нас богослужение на церковно-славянском языке. Другое дело, если было бы апостольское служение, тогда и посторонние могли бы остаться здесь. Пока богослужение на непонятном языке, нужно закрыться и никого не пускать из посторонних. Им делать там нечего, они не обращены ко Христу и будут просто глазеть, как в театре, и слушать бесплатное пение. А кое-кто просто шарится под чужим карманом. Нам это не нужно. Вот и весь ответ. Вопрос 110. Это касается всех храмов. И воровство, и там, и что угодно. Насколько оправданы жертвы никоновского раскола? Горе, кровь, страдания народа. Если сейчас признано равноспасительным то и другое вероисповедание, православное и старобряческое. Ответ. Реформа была ненужная, бессмысленная, вредная. Ни Никон, ни Аввакум, нигде не касались Библии. И спорили даже не о второстепенных вещах, а о том, о чем вообще не сказано в Священном Писании. Оба они стоили один другого. Сильные духом, отважные и непокоривые, стоявшие до конца на своем. Если бы они знали Слово Божие, и вся их энергия была направлена на проповедь Евангелия на русском языке, а не о том, на скольких просфорах служить литургии. На пяти или на семи. Как прижимать пальцы для крестного знамения, два или три. Сколько раз говорить Аллилуйя, два или три. И идти при крестных ходах по солнцу или против солнца. Страшно и больно рассматривать это. В каком плачевном состоянии пребывали архипастыри, пастыри и паства. И Бог опустил это за то, что они отвергли Слово Божие. И Никон, и Аввакум были оторгнуты от служения. Исаии 5, 24. То есть 6-й Севернский Собор, 14-15 правило, говорит, до 30-летнего возраста священники ставят, он должен быть извержен. А сегодня их 90% надо таких. Зато, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели Слово Святого Израилева. Видите, какие мои ответы. Исайя 30, 12. Посему так говорит Святой Израилев, так как вы отвергаете Слово Сие, и надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то. Иеремия 8, 9. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот, они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их? Вот и все. Осия 4, 6. Истреблен будет народ мой за недостаток видения. Так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя от священной действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Это полностью исполненно православных. Вот это только возьмите. Не проповедуй. Бог говорит, ты священник, а уже ты никто. Все. Вопрос 11, Евангелие Таана, 15, 19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Написано, что мир ненавидит истинных последователей Христа. Мы видим, что государство сегодня не гонит православие, потому что вы государственная религия, вы признаны. Даже алкоголики говорят, что они ваши православные. А истинную церковь, мир, должен ненавидеть. Чем вы это объясните? Это вопросы, которые мне задавали в школах, техникум, университетах, на радио. Ответ. Думаю, что упрек не по адресу. Хотя мы и православные, но не московская патриархия, не государственная религия. Мы принадлежим к русской православной зарубежной церкви, гонимой части. Это болезнь въединения с мирской властью в России с первого дня. Брак, который небеса не утверждали, потому что римлянам 7.3. Если при живом муже выйдет за другого, называется прелебодейцем. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелебодейцем. Выйдет за другого мужа. 2 Коринфянам 11.2. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девою. Не с КГБ, не с комитетом по религиям. Как было это? Нет, со Христом. Иаков 4.4. Прелебодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 1 Иоанна 2.15. Не любите мир, а не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Отчей! Отчей! Христос воскрес. Он живой и более не умирает. Над ним смерть невластна. Поэтому церковники не могут не знать этого, обручая невесту другому мужу. Холодному и хищному миру. Все преступники, с кем бы я ни встречался, все развратники, начальствующие ли то, и все считают себя православными. Неужели об этом не знают священники, бормочущие о церковной полноте? Искусственно не нужно вызывать на себя гонения. Но церковь всегда есть и народное тело в любом государстве. Церковь не от мира сего. Ничто так не отталкивает от церкви тех, кто духовно пробудился, как ее обмерщенность и связь с миром. Вот ответ. Вопрос 112. Обновленческое движение носило антиправославный характер, как сказал отец Мехил Капрана. Так ли это на самом деле? Ответ. Внешне это выглядело именно так. Если анти, то против чего? Что брать за основу? Церковь Тихоновской ориентации? Церковь Тихоновской ориентации? Ну, это ориентация. Но это удаление не в том месте. Если за основу брать Первую апостольскую церковь, то реформа была на благо душ. Вели богослужения на понятном, родном русском языке. Упростили богослужения и прочее. Беда в том, что те, кто называют себя православными и главное, батюшки-монархисты, совсем не православные и об истинном православии ничего не знают. Это треба исполнителей, любвисты или типиконщики. 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 Они соблюдают внешнюю форму и под видом православия насаждают тьму суеверия. Суть обновленчинства была не в реформе, а в предательстве, в сотрудничестве, в добровольном услужении коммунистам-сатанистам. Они отменили практически все каноны соборов. Обновленцами были будущие патриархи митрополит Сергий Строгородский и Алексей Семанский. Они практически захватили всю церковную власть, узурпировали ее. Спрашивается, куда же поддевались обновленцы вдруг все до единого? Когда митрополит Сергий официально издал свою предательскую декларацию, а сам в это время находился уже как бы в старой церкви, советская власть признала его так точно, как и обновленцев митрополит Виталия Беденского. Это его так он, Беденский, стал митрополитом, женатым. Так что Московская патриархия это и есть самая настоящая, доподлинная, даже не правоприемница обновления, а именно обновленческая церковь. Не было уже никакой нам необходимости каяться. Возвращаясь от обновленцев, как открыто сделал это Сергий Строгородский, так точно случается при переименовании какого-либо предприятия. Никто не пишет заявление о приеме, не меняя документов, но... Так, по правилам Григория Некисторийского, сотрудничавшие с врагами церкви должны быть свергнуты из сана. Дух обновленчества пышно рассел и плодоносит по сегодняшний день Московской патриархии. Сама Московская патриархия в самом глубинном понимании антиправославной организации. Подлинное православие это первый век, апостольское служение. В Московской патриархии сегодня из 719 правил Соборов и Святых Апостолов 413, то есть 57%, ежедневно умышленно нарушается. Вот такой ответ. Вопрос 113. Открытым оком. Первый том. Святой Макарий Оптинский говорит, что осуждая священников, мы осуждаем Бога. Так ли это? Ответ. Я не уверен, знал ли Макарий Оптинский хорошо содержание Библии и говорил ли это. Посмотрим, что сам Бог говорит о священниках. Смотрим нашу книгу к истинному православию, главу о священстве. В самые строгие слова в Библии говорятся именно о них. Сирахов 15, 11, 12. Не говори, ради Господа я отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. То есть нельзя священник как сказать не в похвальном тоне. Ну и смотри, как Бог говорит. Давай посмотрим, я не стану еще отвечать. Посмотрим, что говорит святая Библия. Не говори, он ввел в меня заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном. Исайя 28, 7, 8. Ну и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждены вином. Обезумели от секеры. Обезумели, безумные совершенно. В видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной. Ни где, в церкви, ни где-то. Ни хлебы лежат, а блевотина. Ни чистого места. Иеремия 1, 18. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеной на всей этой земле. Против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли. И главное, против священников его. Дальше. Иеремия 14, 18. Вхожу на поле, и вот убитые мечом. Вхожу в город, и вот, истоевающие от голода. Даже пророк и священник бродят по земле бессознательно. Пожалуйста. Вот освященник, как его осуждает, я буду просто считать места. Претензии к Иеремии. А Иеремия не сам Бог положил ему. Бессознательно бродят. Иеремия. Серафим должен воскреснуть. Такие бредни гонят. И все, надо соглашаться. Сказал Оптинский. Да сказал ли он, во-первых. Благословил Сергия Радочкина войну. И теперь надо идти на войну. Сказал он, не сказал. Все, сказал он, размонашил. Его надо было сразу извергать и с саной убирать. И все, закончилось. Иеремия, 32, 32, 34. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они прогневили меня. Прогневление меня. А, какое они прогневление меня делали? Они, цари их, князья их, священники их, и пророки их, и мы же Иуды, и жители Иерусалима. И священники прогневляли Бога, священники. Все это делали. Почему думаете, что для Израиля только-то? Это образы для нас на сегодняшний день. Первая Коринфия, 10 глава, 6-11 стихи. Они оборотились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления. Это священники. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняй его. То есть, тут торговые, торговые, торговые точки. Комки. Иеремия, 23 глава, 1-4, 11-12. Горе пастырем, которые губят и разгоняют овец пасты моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь Бог, Израилев, к пастырем, пастущим народ мой. Священникам Бог говорит, не я их осуждаю. Вы рассели овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот, я накажу вас за злые деяния ваши. Ваши злые деяния, священникам, злые деяния. Говорит Господь. И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их. И будут плодиться, размножаться. И поставлю над ними пастыри, которые будут пасти их. И они уже не будут бояться и пугаться. И не будут теряться, говорит Господь. Ибо пророк и священник лицемеры. Пророк и священник лицемеры. Подойди к священнику и скажи, лицемер. Посмотри, какие они толстые, какие они жирные стоят. В большинстве своем-то. Не стыдно, ничего. Там епископ выходит в горах, гора мяса вот такая вот. Выходит перед народом, сидит, два места занимает задницей. Ну как это так? Не стыдно, ничего. Даже в доме моем я нашел нечестие, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие. Год посещения их, говорит Господь. Вот и все, будто, вот оно и было забучено. Иезекииле 7, 26. Беда пойдет за бедою и весть за вестью. И будут просить у пророка видение. И не станет учение у священника и совета у старцев. Вот так. Осия 4, 6. Не самов учения. Нет, не будет. Он ничего не понимает. Стоит, глазами хлопает и все. Главное, чтобы отпевать покойники. Мощи, мощи, мощи. Крестные ходы. Вот это, на воду теперь пойдут на крещение. Осия 4, 6. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия. То есть это не мирянин и говорится от священодействия. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Осия 5, 1, 2. Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев. И преклоните ухо дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были с западнёй в массифе. И сетью, раскинутую на фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве. Но я накажу всех их. Ой-ой-ой, какие страшные слова. Михея 3, 11. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату. И пророки его предвещают за деньги. А между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Малахия 2, 1, 3. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воссоздать славу имени моему... Воздавать! Воздавать славу имени моему, говорит Господь Савов. То я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот, я отниму у вас плечо, и помет раскидай на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросит вас вместе с ним. То есть дерьмом, Бог говорит, лицо ваше замажу. А перед ними-то идут ручки, целуют, а он совершенно не тот. Он машет рукой, а в это время проклятие исходит, темная, как говорят, аура, с черно-фиолетовым светом. Они никогда эти слова не считают. Ну, хотя бы один-то раз прочитайте, скажите, будьте осторожны с нами. Так, Иеремия 2, 8, 9. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Иеремия 10, 21. Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их растеяло. Так судят или не судят? А священников нельзя обличать, нельзя говорить, да они осужденные уже. Иеремия 12, 10, 11. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустой степью, сделали его пустыней, и в запустении он плачет предо мною. И вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. И сегодня это ничего не знает, это все скрыто. Это из Святой Библии считаем, из Слова Божия. Иеремия 22, 22. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Они говорят, да как это в Ветхом Завете, это к еврейскому народу, к еврейским пастырам. Да это были образы для нас, Павел говорит, чтобы не были походы на злое. Считайте 1 Коринфян 10 глава, 6-й, 11-й стихи. Захария 10, 3. На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Савов стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего набрания. Ну то есть козлище. Иезекииль 34, 1-23. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, из реки пророчества на пастыре Израилевых, из реки пророчества и скажи им, пастырем, так говорит Господь Бог. Горе пастырем Израилевым. Священникам горе. Которые пасли себя самих. Самих себя пасли, то у них имение, машины, такие крутые, говорит, тачки у них. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы еле туг и волною одевались, откровенных овец заколали в стадо. Не пасли. Не пасли, совершенно не пасли. Оттолкнули их крестный ход, идите, идите по мощам. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не привязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. Им сейчас особенно помогают так называемые миссионерские отделы Дворкины. Это чудовищная придумка сатаны. Миссионерские отделы. Там ничего божественного нет. Миссия это дело Духа Святого. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделали с пищей всякому зверю поливозу. То есть всякие секты, ереси везде идут. Блуждают овцы мои по всем горам. Пусть просчитают это. Тормознут маленько, и дальше маленько просчитают. Тут большая выдержка из Святой Библии. Я просто показываю ее. Вот просчитайте. Это все абсолютно говорит один пророк. Говорит для влазумления, для сегодняшнего дня. И дальше Господь говорит, что последнее? И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. Дальше. Вопрос 114. Патриарх Алексей Второй поздравил женщин с 8 марта по телевидению. Что это? Победа у каменизма над московской патриархией? Ответ. Это страшное свидетельство о бездуховности патриарха. Никто отвечать-то так не будет. Которые выходят сегодня, там они разглагольствуют. Они не могут вещи назвать своими именами. А почему? Где Дух Господень, там свобода. Они не свободные рабы. Вот Андрей Кураев об этом сказал. Игнатий говорит, он невзирает, кто перед ним. А я гляжу, что епископ скажет. Мне не все равно, а ему все равно. Вот это все равно и есть свобода во Христе. Апостол Павел грозно предупреждает, чтобы мы не поступали по стихии мира и не любили того, что в мире. Это разнозначно тому, что и враждовать против Бога, и быть другом миру. Колоссянам 2.8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Вот там, 8 марта, день блудилища, день блуда. Колоссянам 2.20. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении? Яков 4.4. Постановление 8 марта, там, день победы или что-то такое. Все мирское это. Прелебодей и прелебодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 1 Иоанна 2.15. Не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. 8 марта специально подобранный масонами день разврата и уничижения женщин. Он занимает первое место по количеству потерявших девственность в этот день и по количеству насилий. Это день разврата, срама и цинизма, учиненный масонами на погибель душ униженных и оскорбленных женщин. Женщин. И господин Ридигер не может... Это патриарх Алексей Второй. Не может этого не знать. И однако же желание жить по прихотям сердца своего, ни в чем не противостать миру, сохранить свое теплое и греховное местечко, заставляло толпами ходить к вечному огню, кавычках. Прямой дорогой вечный огонь. Этим поклонением, по образу гиенского пламени и поздравлением женщин с днем разврата, господин Роздов дает величайший соблазн доверившимся его водительству и авторитету. В данном выступлении по телевидению он выступил в роли разносчика разораза и гибели бесчисленного числа душ. И вина его посему безмерно велика. Помолимся об заблудшей его душе. Вопрос 115. Открытый боком первый том. Положение какое сложилось в храмах Московской Патриархии, что они так обмерщены? Такую же в других поместных церквах? То есть мы разбираем сейчас о церкви. Все вопросы о церкви. Папка о церкви. Положение. Ответ. Ответ. Я мало ездил по свету, но много встречался с теми, кто был в тех церквах. То есть теперь я так сказать уже не могу. Проехали мы от Тихого до Атлантического океана. Я был в Америке. То есть теперь я бы не так не сказал. Положение точно такое же или еще хуже? Это я точно сказал. Не мог сказать, что мало ездил по свету. Теперь я уже поездил. В греческой церкви нисколько не считается зазорным, что священники и епископы курят табак в открытую. Точно такая же мертвенность нет проповеди о возрождении. Недавно ко мне приехал один из руководителей отделенных баптистов. Очень ревностный, просто героически. И рассказал о том, как живут переехавшие из Фрунзе баптисты в Америке. Это Иван Данилович приезжал к нам туда и он говорил это. Через пять лет они полностью разложились все до единого. И даже те, которые по несколько сроков здесь осидели в лагерях за слово Божие. Они не устояли перед соблазном золотого тельца. Я сам был в Америке. Выступал в разных городах перед верующими православными баптистами. И подтверждаю, что это так. Очень жаль. Когда из Советского Союза стали эмигрировать немцы, баптисты, на свою историческую родину в Германии, то эти советские баптисты, как их там называли, были не в пример тамошним, более ревностные. И когда эти приходили в собрания к тем, ибо в одном здании проводят свои собрания, то не загоняли дым табачный из молитвенного здания, чтобы этих и не осудили. И при этом там не так, и при том, там не так раскаяние принимается вновь с обращающихся. Не просто провозглашают руководитель, кто хочет покаяться, а просто провозглашают руководитель. Кто хочет покаяться, поднимите руку. Все, можешь не вставать. Вопрос 116. Почему в России мало приходов в зарубежной церкви? Какие причины, как вы думаете? Как вы думаете? Как вы думаете? И можно ли изменить это положение? Ответ. Приход из зарубежной церкви отличается от московской патриархии тем, что отрицает декларацию митрополита Сергия Острогородского 1927 года, бросившую церковь в полное подчинение безбожным властям. Не участвуют в экономическом движении. На сегодня это главные принципы, но они настолько неведомы народу, что люди это преимущество не ставят ни во что. Во всем остальном, не считая обливательного крещения, московской патриархии они ничем друг от друга не отличаются. Не отличаются. Не отличаются. Но зато нахождение в московской патриархии при патриархии дает некое преимущество. Открыты храмы, которые субсируются государством. Есть училища, семинарии, академии. Сюда же ходили и мои родители. Преемственность. То есть я не себе говорю, а о тех, которые ходят. А там какие-то зарубежники, шпионы, диверсанты. И тебя также будут обзывать и детей твоих. А нам зачем это? Не приходы зарубежной церкви. Те приходы зарубежной церкви, какие есть в России, это и не общины, но точно такие же, только бедные, как и в МП. Этим официально разрешено быть в школах, отдают храмы, назначенные представителя в силовых органах, наверное, и надо поставить, в структурах власти. Человек это все видит по телевидению и слышит по радио. Но когда нет настоящей веры по Евангелию, то приходится согласиться, что люди сделали правильный выбор, находясь в патриархии. Если бы РПЦЗ были организованы общины по первоапостольскому принципу с рождением свыше и начата поистине евангелизационная работа с народом, непрерывная проповедь со всеми слоями общества, то появилась бы надежда на пробуждение. А так просто появилось перетаскивание глутухлой рыбы из одной диктевой бочки в другую. Вот я и говорю об этом, что они избрали. Но это и произошло то, что произошло уже после этого. Признание акта о каноническом общении, а потом и объединении. Дальше. Опрос 117. Предавали ли анафемы еще кого-нибудь, кроме Льва Толстого? Если человек отлучен от церкви, имеет ли он надежду на спасение? Ответ. На первой неделе Великого Поста православная церковь проводит чин анафеменствования каждый год. Преданы анафеме все революционеры и еще патриархам Тихонам. Все коммунисты, масоны, экуминисты и другие. Богохуйники, еретики и сектанты. Первая користина в 16.22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, глатам 189. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. По смыслу священного писания под анафему попадает каждый, кто занимается мифотворчеством, баснями в Церкви Христовой и говорит, и проповедует не то, что проповедовали святые апостолы. Только согласно этого условия, под анафемой находится большинство православных, начиная с патриарха, старобрядцев, католиков и прочих. И каждый из них, осознав это, может сказать, что нам делать. Ответ только один. Деяния 2.38 и 40. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь из рода сего разращенного. Деяние 13.19. Точнее 9.11. Но Саввул, он же и Павел, исполнившись Духа Святого, и устремив на Него взор, сказал, О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на Него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Все противящиеся Словы Божии ослеплены, и спасти их может только искреннее раскаяние и выход во свет Слова Божия. В православии вели это чин анафематствование, совершенно забыв, что Сирахова 21.30. Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Громко кричит дьякон, хор вторит, анафема, анафема, анафема. И ни у кого из поющих, слушающих этот акафист на 108-й псалом не дрогну чесла, что проклинает себя за пренебрежение, за нелюбовь ко Христу. Вот как это, анафема, это рассказ у Куприна, анафема. Ну, было или не было, ну, так написано. И все еще там Пугачева, Разина, теперь масонов там записывают. При истинном крещении с полным троекратным погружением будут ли нам делать миропомазание, если при крещении в церкви нам мазали почти воздушные точки, даже не прикасаясь к телу, а иногда помазывая одежду. Ответ. Ситуация настолько запутана хитрыми наемниками, что даже не хватает 719 канонов, правил, чтобы прямо сослаться на них. Поэтому приходится подобные повреждения у родства, напущенные в храмах МП, исправлять по участям, уповая на милость Божию и благодать врачующую, немойствующую и восполняющую, оскудевающую. Без погружения крещения нет, это однозначно. Миропомазание хотя бы и с небрежением, но было, и его признаем, и уже не повторяем. Здесь опять же стремнины с двух сторон, третьей ездры 769. «Или иное подобие. Город построен и расположен на равнине, и наполнен всеми благами. Но вход в него тесен и расположен на крутизне так, что по правую сторону огонь, а по левую глубокая вода. Между ними, то есть между огнем и водою, лежит лишь одна стезя, на которой может поместиться не более, как только ступень человека. Если город этот будет дан в наследство человеку, то как он получит свое наследство, если никогда не перейдет лежащий на пути опасности? Вот я сравнение, какое дело, только одно место в Библии, где каноническая книга, третья ездра. Священник, он и знать про это не знает. При разрешении таких недоумений всегда есть опасность чего-то не предусмотреть и впасть в крайность. Одна – всему хлопать в ладоши, как батюшки-любвисты, который все благословляет, что есть в церкви. И все сегодняшние безобразия и отступления считают незыблемыми, как скала и сверхценными. Другая – не менее опасная стремнина. Пропасть – огульно отрицать все и заниматься сектантским реформаторством, как лживые демократы, погубившие Россию. Святые отцы всегда советуют держаться золотой середины. Римлянам 12.18. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И хотя бы, Солом 119.7. Я мирен, но только заговорил о них к войне. Еще один вопрос, и как раз будет. Вопрос 119. Абсолютный блоком первый том. Почему раньше было 986 правил святых соборов и отцов, а потом стало 719? Ответ. Книгой правил я занимался несколько лет, и даже сделал собственный перевод на русский язык. В первом случае учитываются правила царя Естиньяна, а вторая цифра – только те правила, которые сегодня действуют, которыми регламентируется жизнь церкви, теоретически. Мне удалось посчитать, хорошо зная внутреннюю жизнь церкви, что из этих 719 правил вселенских и поместных соборов и отцов 413 повсюду и ежедневно, умышленно, целенаправленно не соблюдается. Пренебрегается, нарушается. Видите, сколько надо было знать, найти в книге «Новая скрижаль» и прочее. И так далее. Смотрите нашу книгу «К истинному православию» в главе о церковной дисциплине. Лука 12, 47. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщу». «Все, на сегодня помещаю. Спаси Христос!» «Славаше Христос». «Славаше Христос».